Еженедельное аппаратное совещание «Актива города текущей рабочей недели» было начато с доклада начальника управления коммунального хозяйства Арслана Ли Мустафаева, который доложил, что заменены неисправные глубинные насосы на водохранилище Бекбуллаш и восстановлена подача воды в посёлок Юбилейный. Согласно графику работы, продолжается ремонт дорожного покрытия городских улиц. Вся запланированная работа по благоустройству продолжается, сказал Мустафаев. 2 сентября у нас два глубинных насоса сгорело. Мы купили их, поменяли, восстановили, сделали. По электричеству что? По электричеству нормально с боем нет. Вот то, что вы сказали вчера, Воробьёва, Буйнацкая, поехали, стол посмотрели. Там его не заменено, там его, наверное, выровняют, там замыкают провода, что-то он ложится. На этой неделе будем восстанавливать его, с Альбеком разговаривали. Он сказал, в четверг в четверг сделаем. Бекбулат Акава выступил с предложением установить вокруг Махачкалинского кольца ограждение, поскольку бродячий крупнорогатый скот не позволяет проводить в полном объёме работу по наведению санитарного порядка и благоустройству общественных объектов в черте города. Далее информацию о принятых обращениях от жителей предоставил заместитель начальника управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Вахер Султан Джангулов. Выезды были на одно ДТП, вскрытие дверей пяти случаев, обрезка деревьев. Значит, у нас была уцечка газа на пересечении улиц Батар-Мурзаева 30-го. Устранено аварийное отключение электричества. В завершении Зайнудин Акмазов поинтересовался о сроках завершения ямочных работ по улице Датуева и дал поручение коммунальным службам ускорить работу в данном направлении. А что касается бродячего крупнорогатого скота в черте города, установить хозяев и принять соответствующие меры наказания.